В этом году, в основном, 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 в основном особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области о возбуждении коррекционного ходатайства об избрании меры пресечения в отношении Лобанова, Дмитрия Юрьевича 14 января 1971 года рождения уроженца города Саратов, гражданина Российской Федерации, образование высшее, женатого, имеющего несовершеннолетних детей, работающего в ООО «Покровский консервный завод консультантом», являющегося депутатом собрания депутатов Энгельского муниципального района Саратовской области, зарегистрированная проживающая в Павлице город Саратов, улица 5-я, дачный дом 87, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290-й депутата Российской Федерации, установил. Настоящий угол на дело возбужден руководителем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области 30 января 2018 года по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290-й депутата Российской Федерации, 31-го 2018 года Лобанов в порядке статьи 91-92 УПК РФ задержан по подозрению в совершении преступления. Ходательство следователя об избрании подозреваемого меры пресечения в виде заключения по страже. Невозможность применения иной более мягкой меры пресечения мотивирована тем, что Лобанов подозревается в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, направленного против государственной власти интересов государственной службы, в связи с чем обладающего повышенной общественной опасностью. Из содержания ходатайства следствия видно, что обоснованием невозможности избрания более мягкой меры пресечения является то, что, по мнению следователя, находясь на свободе, Лобанов может скрыться от органов следствия и суда продолжить преступные деятельности, используя свое должностное положение, угрожать свидетелям по указанному делу, либо оказать на них иное давление с целью отказываться от показаний или изменения ранее данных показаний, принять меры к сокрытию и уничтожению доказательств, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, и вероятность наступления этих обстоятельств не может быть предупреждена применением иной более мягкой меры пресечения. Выслушав прокуроры и следователи, поддержавших ходатайство и полагавших необходимо применить в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, заслушав подозреваемого и его защитников, возражавших против применения такой меры пресечения и полагавших возможность избрания меры пресечения в виде домашнего ареста, Проверив представленные материалы, суд пришел к следующему. Часть первой статьи 100 ИГР предусматривает, что в исключительных случаях при наличии оснований предусмотренных статьей 97 ИГР и с учетом обстоятельств, указанных в статье 99 УПК РФ, мера пресечения может быть избрана в отношении подозреваемых. Согласно статье 97 ИГР, суд в пределах предоставленных ему полномочий вправе избрать подозреваемую или обвиняемую одну из мер пресечения, предусмотренных настоящим кодексом, при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый или подозреваемый скроется от дознания предварительного следствия или суда, может продолжать заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелю или участнику уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства, либо ином путем воспрепятствовать производство. В соответствии с частью 1 ст. 108 УПК РФ, заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которым уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы, на срок свыше 3 лет при невозможности применения иной более мягкой меры пресечения. В соответствии с статьей 99 УПК РФ при решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления и определении ее вида при наличии оснований предусмотренных статьей 97 УПК РФ, должны учитываться также тяжесть преступления, сведения о личности, призываемого его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства. Ходатайство составлено уполномоченным и то должностным лицом в рамках возбужденного уголовного дела в установленной законном сроке и согласии с соответствующего руководителя следственного органа, что полностью соответствует требованию части 3 ст. 108 УПК РФ. Суд, разрешая хозяйство, находит, что в представленных материалах имеются достаточно данные, свидетельствующие об обоснованности подозрений Лобанова в причастности к совершению предусмотренного законом уголовного деяния, в частности документы, отражающие задержание подозреваемого заявления и показания свидетелей Васина, Девяткина, Арковенко. Судом учитывается возраст, состояние здоровья подозреваемого, семейное положение, а также то, что Лобанов является депутатом собрания депутатов Энгельского муниципального района Саратовской области, не судим, женат, имеет наожделение несовершеннолетних детей, постоянное место жительства в городе Саратове, а также сведения, характеризующие Лобанова. Однако данные обстоятельства не являются определяющими для избрания подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом судом учитывается, что Лобанов органом предварительного расследования подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Иванового кодекса Российской Федерации, получение должностным лицом взятки в особо крупном размере, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. Стадия производства по уголовному делу, а также обстоятельства совершения указанного преступления, правовой статус подозреваемого и особая тяжесть и уклинированное ему преступного деяния, возможность вмешаться в формирование доказательств, строгость, предусмотренная законом ответственности, дает суд в основании полагать, что, находясь на свободе, Лобанов может скрыться от органов предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям или участникам уголовного судопроизводства, сокрыть или уничтожить доказательства, либо или путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Исходя из этого, данный случай избрания меры пресечения в отношении подозреваемого является исключительным. Суд не соглашается с доводами подозреваемого и его защитников об избрании Лобанову более мягкой меры пресечения, в частности, домашнего ареста. Данные доводы сами по себе не являются безусловным основанием для вывода невозможности избрания Лобанова меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, избрание в отношении подозреваемого Лобанова иной меры пресечения в начальной стадии расследования, По мнению суда, не исключат саму возможность для него скрыться от органов следствия суда, либо иным образом препятствовать производству по делу, что не будет отвечать задачам уголовного судопроизводства. Кроме того, по уголовному делу продолжается формирование доказательств. Согласно проведенному в восстановленном порядке медицинскому заключению, представленному органом следствия, у Лобанова не установлено заболеваний, включенных в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемого в совершении преступления. Что касается представленных скоровой защиты медицинских документов, то в них отсутствует указание наличия у Лобанова тяжелого заболевания, препятствующего содержанию под стражей. В данных документах отсутствует печать соответствующего учреждения, дата его выдачи. Помимо этого судом учитывается, что в случае необходимости медицинская помощь Лобанову может быть оказана в условиях следственного изолятора. При этом суд критически относится к дуровным защитам о невозможности проведения надлежащего лечения в местах заключения. В данных о невозможности оказания такой помощи в материале не имеется. В суду такие данные не представлены. Не принимает во внимание суд и ссылку защитников о фактическом задержании Лобанова 30 января 2018 года, так как такие данные и материали отсутствуют, в суду они также не представлены. Не является бесспорным для такого вывода и наличие в представленном органном следствии материале ордера адвоката. Порядок задержания Лобанова предусмотрен статьями 91-92 в процессе РФ и соблюден. Сведя на наличие Лобанова заболеваний, препятствующих его содержанию в следственном изоляторе, не имеется. С учетом изложенного суд считает необходимым избрать в отношении подозреваемого Лобанова меру пресечения в виде заключения под стражу. На основании изложенного руководства и статьи 108-го профессионального кодуса Российской Федерации суд постановил избрать подозреваемому Лобанову Дмитриевичу меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием ФКУ СИЗО-1 УСИН России по Саратовской области на срок 2 месяца, то есть до 31 марта 2018 года в заключении. Настоящее постановление может быть обжаловано в Саратовский областной суд в течение 3-х суток со дня его вынесения. Сторонам понятно, что сомнение? Подозреваем, понятно, что сомнение? Срок обжалован на ящик, а сторонам разъясняется, что они могут... Продолжение следует...